Так с огоньком и блеском вечером в среду прошла акция областной госавтоинспекции «Засветись». Привлекали внимание водители к пешеходам, малыши нескольких детских садов города и ребята постарше, школьники. Обязательные условия участия в акции – наличие на одежде светоотражающих элементов. Внучник пошел первый раз в такую детскую саду и хочет, чтобы он знал правила дорожного движения и руководствовался ими в своих движениях через дорогу, даже во дворе своего дома. Правила дорожного движения обязывают пешеходов носить светоотражающие элементы только вне населенного пункта, в местах без искусственного освещения. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют использовать фликеры и в городе. Осенью в промозглую погоду это особенно актуально. Различные ДТП с участием детей довольно-таки часто происходят, статистика нам об этом говорит. Ну и животные, соответственно, тоже должны быть заметны на дороге, потому что чтоб тоже не попадали в аварии. Чтоб машина не сбила. В темноте при включенных фарах водитель может увидеть пешехода на расстоянии 20 метров, с фликером в 10 раз больше, на 250 метрах. Носить яркие наклейки и браслеты нужно взрослым и детям. Для последних это зачастую вопрос жизни. Дети, они маленькие по своему росту, а фары у машин светят на расстоянии 20 метров. И чем ниже участник дорожного движения, тем позднее водитель его замечает. Поэтому одежду, пожалуйста, родители, вы выбирайте такую, где есть такие вставки, светоотражающие элементы. Найти фликеры горожанам труда не составит. Яркие светоотражающие элементы всех форм, размеров и на любой вкус можно приобрести в книжных, детских, автомагазинах и ларьках с полиграфией. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.